Приветствую вас и давайте сразу попробуем для себя определить, от чего бежит мужчина и на что ориентировано сейчас ваше поведение. Вы хотите вернуть своего мужа, я это понимаю, но чтобы его вернуть, нужно, чтобы он захотел к вам вернуться, правда? Для того, чтобы он захотел к вам вернуться, я надеюсь, что вы понимаете, что нужно показать ему, что вы изменили. С этой точки зрения вы задаете, в принципе, вполне правильный вопрос, когда спрашиваете о том, что делать. То есть вы спрашиваете, вот как пошагово вам себя вести. Я думаю, что это правильный вопрос, потому что действительно очень важно, чтобы вы вели себя сейчас правильно. Правильно, очень важно, чтобы вы не делали резких решений, дабы человека никак не спугнуть еще больше, да, и еще больше его от себя не ополкнуть. Хотя, наверное, вам сейчас кажется, что дальше уже нельзя. Это ошибка, можно, нету предела негатива, нету предела к плохому отношению. Особенно, если человек воспринимает вас не очень адекватно, да, не очень здорово, не очень правильно. Значит, во-первых, так, есть два основных момента, которые с вами сейчас происходят. Повторюсь еще раз, что я служу с точки зрения психологии, другие специалисты, например, эзотерики, могли бы судить со своей стороны. Это их право, мы к ним сейчас не обращаемся. Значит, вами движет в первую очередь ваше желание. Ваше желание не допустить того, что произошло в вашей жизни перед этим, да, то есть, чтобы вы не потеряли вновь мужчину по глупости, по своей. Ваше желание сохранить этого человека рядом. Давайте подумаем. В прошлый раз, когда вы потеряли мужчину по глупости, вы завершили это, наверное, по причине того, что, опять-таки, слишком сильно, слишком, ну, слишком целеустремленно, может быть, даже напористо преследовали свои желания. Сейчас вам нужно, дабы мужчину удержать и сохранить, вам нужно показать ему всего лишь навсего, что вы даете ему свободу, что вам важно его счастье. Вам нужно показать человеку, что для вас важно, чтобы у мужчины было то, что он хочет. Вам нужно показать ему, что вы не собираетесь как-то ограничивать его свободу. Вам нужно показать ему, что вы готовы принять любой его выбор. Вам нужно расслабить мужчину. Я недаром задал вам вопрос, такой вопрос. Отчего мужчина, по вашему мнению, бежит от вас? Отчего он бежит? Отчего он сбегает? Правильно сказать так. Отчего мужчина сбегает? Что ему не нравится, что его не устраивает на сегодняшний день в вас? Вот эти моменты и нужно тщательно разобрать. Потому что до тех пор, пока эти моменты будут, вряд ли мужчина захочет к вам возвращаться. Вернуть вы его можете только в том случае, только тогда, когда покажете ему, что вы усвоили определенный урок из ситуации, что вы не повторяете больше тех ошибок, которые совершили. Ну и так далее. И так далее. Значит, вам сейчас нужно сделать главное. Для себя определить ориентированность, вот на что вы ориентированы, на что вы ориентированы сейчас. В желании вернуть мужчину. Если вы ориентированы на себя, а такое вполне может быть, кстати, что вы ориентированы на себя, на свои желания, то получается, по сути, что ничего особо-то не изменилось. Вы как хотели через мужчину удовлетворить какие-то свои желания, так это и происходит. А значит, он чувствует себя всего лишь навсего предатком ваших стремлений. Вот как ни как ни странно, именно это ему и не нравится. Позвольте ему почувствовать, что он свободный человек, свободная личность, желание которого для вас что-то значит. Дальше. Следующий важный момент. Вы пишетесь, что, собственно говоря, боитесь, что мужчина, встретив девушку, другую девушку, вы опасаетесь, что он таким образом забудет вас, не будет вспоминать о вас, да, соответственно, не осознает, там, того, что вы поменялись, ну и так далее. Я думаю, что в этом моменте вы не совсем правы. Дело в том, что нужно понимать, для чего, собственно говоря, мужчина вообще сейчас начал встречаться с девушкой, вот с новой девушкой. Для чего он начал встречаться? Вы же не думаете, право слова, что он ее там любит, или вы же не думаете, что он действительно встретил свою новую любовь, что она лучше, чем вы. Если вы так думаете, то должен сконстатировать, что вы в себе сомневаетесь. Если так, то нужно работать над своими сомнениями в себе. Но совершенно точно можно сказать, что мужчина эту девушку встретил и общается с ней потому и для того, чтобы показать себе самому хотя бы для начала, что он мужчина, что он чего-то стоит, что он на что-то способствует, что он привлекательный. То есть эта девушка для него всего лишь средство и временное увлечение. Если вы сейчас будете на мужчину давить, давить в том смысле, что пытаться его вернуть как-то, если вы будете это делать, то, к сожалению, это спровоцирует его, мужчину в смысле, на еще больше, на уже принципиальное времяпровождение с ней. Вы же наверняка этого не хотите. Вы хотите, чтобы мужчина как можно быстрее забыл эту девушку, да, и как можно быстрее вернулся к вам. Значит, нужно сделать все для того, чтобы стать привлекательнее для своего мужчины. А что является совершенно точно привлекательным? А совершенно точно привлекательным является, во-первых, я надеюсь, это понятно, во-первых, принятие выбора, то есть вам нужно обязательно принять выбор мужчины, и второе, это учет всех его желаний. То есть, вы знаете, как мужчина хотел бы, например, вас видеть. Вы знаете, как мужчина, например, хотел бы, чтобы вы к нему относились, допустим. Вы знаете, как мужчина вообще, какие у него могли бы быть предпочтения по отношению, по отношению к вам, чтобы он хотел видеть. Вот и дайте ему это все. Но как дайте? Давайте нужно осторожно, потому что он сейчас ожидает от вас как каких-то нападок, он сейчас ожидает от вас осуждения, он сейчас ожидает от вас чего угодно, только не одобрение того, что вы делаете. Это не того, что он делает. И, чтобы вот это чувство разбить у мужчины, я надеюсь, вы понимаете, нужно время, нужно время. Если вы будете спешить, в вашем письме вот это вот желание, нотка спешки, она прослеживается невооруженным взглядом. Так вот, если вы будете спешить, то хорошего из этого ничего не получится. Спешка никому не приносит пользы, а уж в вопросах налаживания отношений с мужчиной, да, и вообще в вопросах отношений, тем более, ну, никому никогда спешка не приносит пользы. Отношения любят, когда к ним относятся внимательно, неторопливо и так далее. Только так вы имеете хоть какие-то шансы на то, чтобы своего мужчину вернуть. Чтобы показать ему, что вы изменились. Да, вы правы. На расстоянии мужчина не... На расстоянии мужчина может не заметить то, какие метаморфозы с вами произошли. Здесь я, пожалуй, с вами согласен. И тогда возникает вопрос, как же показать ему, что вы изменились. И ответ на этот вопрос заключается в том, что вы... Вот, ну, я точно не помню, сколько времени прошло, как вы расстались, потому что я удаляю документы, которые мне присылают пользователи с письмами. Но, в любом случае, вне зависимости от того, сколько времени прошло, мы с вами определим так. Нужно дать мужчине, скажем, пару дней. Вот, пару дней ему написать. Если можете больше, напишите больше. Потом, после этого, обязательно напишите ему, спросите, как он себя чувствует. Как у него дела. Скажите, что вы волнуетесь за него, там, переживаете, что-то еще в этом роде. Дайте мужчине понять, что вы думаете не о себе, а о нем. И вот, если у вас получится дать мужчине это почувствовать, почувствовать, что вы не ради себя пытаетесь его вернуть, а ради него, потому что вы действительно за него переживаете. Если у вас получится это дать ему понять, то он к вам вернется. Почему я так в этом уверен? Да потому что мужчина, так же, как и вы, ну, он стремится к тому, чтобы все-таки быть тем человеком, который ему близок, которого он знает больше, более или менее, а с которым у него все знакомо. сейчас для него это, ну, увлечение, сейчас для него это, ну, как мы уже говорили, да, попытка как-то повысить свое самолюбие, свою самооценку и так далее. Но это не серьезно. И вам не нужно бояться, что мужчина применяет вас на эту новую девушку. Не применяет. Но, если только, вы будете вести себя правильно. А чтобы вести себя правильно, не нужно делать резкие движения. Дальше. Дальше вы пишите такую вещь, что не хотите, боитесь потерять мужчину. Что он вам нужен? Вы пишите такую вещь, что вам не мил белый свет без этого мужчины. Но ведь, по сути дела, если вспомните, я надеюсь, что вы сможете вспомнить, по сути дела, вы, значит, сами мужчину выгнали. Вы сами предложили ему уйти. Возникает вопрос. Если вы сами предложили мужчине уйти, то как же, для чего он тогда вам нужен? Согласитесь, это важный вопрос. Какие желания, какие свои устремления вы пытаетесь достичь через мужчину в данный конкретный момент? Определенно что-то есть у вас. Вот вы говорите, я не хочу потерять мужчину как прошлого. То есть, вы не хотите потерять, потому что вы, это нужно, вам нужно этого мужчину сохранить. а как вы его сохраните? Какой ценой вы его сохраните? Как он будет с вами? Как он будет себя чувствовать с вами? Вас это волнует? Вас это беспокоит? Если да, это хорошо. Ну, тогда давайте в большей степени будем думать все-таки о мужчине, а не о себе. Вы его сами прогнали, образно говоря, да? Вы его сами оттолкнули от себя, и это задело мужское самолюбие, это задело мужское гордость. Теперь нужно делать все то, о чем я вам говорю. То есть показывать мужчине свою образно голоса слабость показывать мужчине образно говоря свою нуждаемость в нем и только так через нуждаемость надеяться, что он увидит, что вы слаб слабы, что вы действительно и правда без него пропадаете и он захочет вас защитить. Но только таким путем то есть говорить нужно о том, что мне без тебя плохо, я скучаю, я хочу, чтобы ты вернулся, я переживаю за тебя и так далее. Это говорить нужно, нужно. Но это говорить нужно уже потом, когда вы сперва просто будете узнавать о его делах, о том, как он живет, о том, что вы волнуетесь на него. А главное, главное, что вам нужно сделать, это извиниться перед ним за те слова, которые были сказаны. то есть вспомнить о чем вы мне писали в прошлом своем письме. В прошлом своем письме вы мне писали о том, что вы бросили мужчине в лицо эти кредитные карточки, да, и собственно говоря, сказали ему уходить. Это значили очень унизительно для мужчин. И вот до тех пор и пока будет такая ситуация, пока мужчина будет знать, что вы условно говоря, можете его унизить, можете его как-то прогнать и так далее, вряд ли человек будет нас предостроен быть с вами. И таким образом, таким образом, давайте мы с вами скажем так. Вот вы здесь пишете, что он будет просто жить и наслаждаться. Давайте спросим себя. Вы этого мужчину любите? вы писали ему о том, что вы его любите. Если вы его любите, значит, если он будет просто жить и наслаждаться, вам этого будет достаточно, потому что вы его любите и желаете им исчезать. Если нет, если вы не хотели, чтобы он просто жил и наслаждался, значит, он вам для себя. И вот тогда подумайте, в чем же вы так сильно от него зависите. У вас именно зависимость от него, потому что не можете дышать, есть, ходить, и упали сегодня в обморок, это именно зависимость. Вы что-то потеряли. Вы что-то потеряли. Вы что-то потеряли для себя в этом мужчине. И вот в этом и заключается ваша зависимость. Это нужно выявить. Вы явите. Подумайте, в чем вы можете так сильно нуждаться в этом мужчине, в контексте этого мужчины. И постарайтесь от этого себя избавить. Потому что пока мы зависимы от него вот так, у вас будет и чувство собственного чувства. То есть вы не будете давать мужчине никакой свободы, вы будете воспринимать его исключительно как подчиненного, как человек, который должен делать все, как вы скажете. Вы не будете давать ему никакой свободы, и а ведь он это именно сейчас и делает. Он нашел девушку для себя, чтобы быть счастливым. Вот вам и нужно подумать, во-первых, в чем вы от него зависите, а во-вторых, что для мужчины счастье, что ему нужно, какое отношение ему нужно. Вы просите меня подшагово вам все делать подшагов. Вы знаете, я думаю, что сейчас, вот именно сейчас, что бы вы не сделали, мужчина будет воспринимать вас в шрики. Почему? Потому что еще слишком свеж аффективный след с той ссоры, которая вас произошла. Еще слишком свежа тарана, которую вы ему нанесли. Еще слишком свежо то унижение, которое вы ему нанесли. и нужно подождать, пока это унижение пройдет. Пока оно немного померкнет для мужчин. И когда он сможет более или менее адекватно вас воспринимать. Пока в нем говорит обида. Вы можете написать мужчине о том, почему вы так себя ведете. вы можете написать что я унижал тебя и выгнал потому что я в душе очень сильно боюсь. Я в душе очень сильно боюсь и так далее. Вам нужно объяснить свое поведение своему муру. Вам нужно объяснить ему что когда вы его обижали вы обижали не его вы даже обидеть его не хотели. Вас говорил страх вас говорили эмоции вас говорили ваши личные переживания но мужчина думает что вы именно его не уважаете мужчина думает что вы именно его не цените и до тех пор пока он так думает у вас нет шансов его вернуть вам нужно снять персонифицированный характер того что вы ему говорите именно персонификация ваших слов ваших вспышек вашей злости мешает вашему мужу принимать вашу какую какая вы есть потому что он думает что все что вы говорите направлено на него лично на него а в действительности это ну не совсем так как мы с вами уже поняли вот этот момент этот момент вам и нужно обязательно проработать на самом деле это главное с чего нужно начать начать с того чтобы превратить обиду мужчины а у него именно обида он может быть даже иначе начали надло вам решил сейчас с другой девочкой встретиться чтобы обид мужчины превратилась в понимание в понимание того почему вы так себя ведете чем лучше вы это сделаете тем лучше вы преподнесете свои причины такого поведения чем лучше яснее явнее вы преподнесете ему свое поведение как слабость как свою женскую слабость тем больше шансов что мужчина к вам вернется если внезапно окажется что все ваше вот это поведение весь ваш напорщий такой требовательный характер потому что вы боитесь его потерять если вы сможете это донести до своего мужчины я думаю он моментально отойдет от принятия всего того что вы ему говорите на свой счет я осознаю что это произошло только благодаря тому что вы вы сами испытываете негативные эмоции он думает что вы его просто тираните и все но для начала мужчина готов вас слушать и ваш выбор ваше право когда ему писать то есть вы можете написать ему прямо сейчас после того как прослушайте мою зад но эффект от того что вы напишите ему сейчас будет нулевой ну или близкий к этому потому что у мужчины сейчас слишком явные плюсы того что вас с ним вас с ним нет он не с вами и он сейчас в этом видит свободу и радость и до всех пор пока он видит это в текущей ситуации чтобы вы ему не написали он не воспримет потому что ему хорошо значит нужно немножечко подождать пока страсти улягутся пока увлечение пройдет и вот тогда может быть у мужчины и появится брешь мужчина начинает сомневаться а правильно ли он живет а правильно ли он поступает чувства которые у него к вам есть они вот так просто сразу не умрут они точно дадут о себе знать и вот тогда то вы и напишите им когда это произойдет ну в идеале самый идеальный момент это через пару недель но вам решать когда писать можете каждый день писать ему о том почему вы так поступили это ваше право если вы хотите если вы не готовы прислушиваться к тому что я говорю вам то это ваше право но и результат будет соответствующий я все таки рекомендую обратить вам внимание на две важные вещи первое почему вы так сильно именузаетесь именно в нем подобная зависимость ничему хорошему не приведет и второе это больше все таки думать о желании от мужчины о том чего он хочет если вы его любите то вы желаете ему счастья если вы желаете ему счастья то вам все равно счастлив он с вами или счастлив он без вас пожалуй на этом я наверное закончу свой свой фальзапись но мне хочется еще вам вот что сказать понимаете вы сейчас находитесь в таком состоянии когда вам нужна любая поддержка и вам нужна абсолютно даже самая минимальная надежда у вас есть два пути решения как это получить первое это если вы с помощью друзей с помощью родных и близких как-то будете отвлекаться от текущих проблем как-то будете помогать себе перечевать этот самый тяжелый период который вас сейчас потом будет легче потом будет легче и если вы осознаете все свои проблемы если вы осознаете все свои ошибки то даже если с этим мужчиной у вас ничего не получится то со следующим вы таких ошибок уже не повторите м благо мои записи они будут с вами всегда и вы сможете их прослушать текущим вам нужно пережить этот момент потому что если что-то очень сильно нужно вам то на нашем ресурсе есть эзотерики раздел эзотериков который предсказывает будущее и гадаться если вам так хочется получить именно вот знание о том будете ли вы с ним вместе или нет задайте вопросы эзотериков бесплатный бесплатный общий вопрос по такому же типу что вы задарались психологией и вам ответят эксперты обязательно напишите дату рождения свою дату рождения мужа если фотографии приложите друг друга будет совсем хорошо эксперты вам ответят эксперты в области эзотерики они вам ответят и вам может быть станет легче кроме того вы можете договориться с конкретным специалистом значит о том чтобы он помог вам вернуть вашего мужа по-моему эзотерики так тоже могут сделать если у вас нет желания следовать всем моим советам всем моим рекомендациям то обращайтесь к эзотерикам эзотерики помогут вам с меньшей долей затрат для себя но в более специфичной форме достичь того чего вы хотите я не буду говорить о них как-то плохо я уважаю их работу я считаю что они делают благое дело но одно могу сказать точно то что предлагаю я является естественно основанным на личных желаниях двоих людей то есть на ваших желаниях и на желаниях вашего супруга например то что сделают эзотерики или то что они могут сделать это не совсем естественно в большей степени это связано с вмешательством вмешательством естественный ход событий естественный ход жизни и я не думаю что это полезно прямо всегда ну что я думаю на этом можно закончить я надеюсь что помог вам если появятся какие-то вопросы а вам все-таки нужно обязательно прорабатывать все то что я сказал вам все-таки нужно работать над собой и работать над собой не для того чтобы мужчина был слабый это тоже очень важный момент вы пишете что вы готовы изменить все изменить но как он на расстоянии что я меняюсь вы знаете вам надо начать менять меняться не для него потому что тогда получается что вы оставите в зависимости свои изменения от присутствия мужчины то есть условно говоря мужчина в вашей жизни присутствует вы меняетесь мужчины в вашей жизни нет и вы не меняетесь это согласитесь мне правильно так вот меняться нужно для себя если вы сами озазнаете что какие-то вещи в своей жизни какие-то поступки вы делали неверно то начните это менять уже сейчас не ради него ради себя и если вы это будете делать то даже на расстоянии мужчина узнает об этом потому что это изменится в вашем поведении все изменится ваше речи все изменится в подаче мыслей которые вы будете ему говорить которые вы будете высказывать изменится много если вы начнете меняться но эти изменения они эти наступят не сразу эти изменения будут постепенно но они не умолюны если они начнутся их уже не остановить вот и вам решать будете ли вы ставить свои изменения в зависимости от мужчины и тем самым вы будете меняться как бы для него чтобы получить этого мужчину таким образом по сути вы лишь создаете видимость здесь желание меняться об условиях и если вы почувствуете например что вашему браку вашему союзу с мужчиной ничего не угрожает то возможно вы перестанете меняться потому что пропадет стимул а если вы будете меняться для себя то стимул будет всегда вам решать что делать дальше вы спрашиваете меня может ему пересчитать хорошие моменты может инсценировать что я умираю вы знаете не надо этого делать если мужчина узнает что вы обманывали его тем что например умирают кто-то будет еще хуже попросить маму поговорить с ним это значит вмешать третьего человека в ваши отношения тоже это не есть правильно потому что личные отношения называются не просто так они личные именно потому что они касаются только двух людей поэтому ни мама никого либо еще не нужно в этом месте хоть мужчине это будет неприятно мужчина по сути может вас обвинить в том что вы ваши проблемы с ним рассказываете другим людям и это еще больше спровоцирует его на какой-то негатив ну какой-то негатив именно в его так сказать уже контексте я думаю что на этом можно закончить я надеюсь что вы для себя извлечете пользу из того что я вам сказал я надеюсь что вы будете делать так как я вам сказал но это именно надежда я не призываю вас и вам решать как поступать но по-другому если вы будете делать по-другому вы не вернете своего мужчину по крайней мере вы не сделаете вы не сделаете ваш брак счастливым на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы еще остались обращайтесь пишите помогу